ребят приехали обновочки здесь тормоза на мотоцикл и масляный фильтр в общем буду делать ТО у меня масло у меня фильтр у меня тормоза вот еще раз жду воздушный фильтр вот и будет вообще свежак мотоцикл перед сезоном как раз я ни разу в нем не менял масло но наверное уже пора все-таки я покатался немножко на нем ну и чтобы быть уверенным в мотоцикле надо конечно сперва обслужить его вот в общем все пришло самое время скоро поеду к Никите ребята у нас солнце вышло поэтому я решил не медлить и заняться мотоциклом надо ТО сделать все фильтра получил масло сейчас съездил купил в Тегета Моторс масло 10.40 3 литра взял ну вроде бы должно хватить ну и все еду к Никите чинить менять все делать и все еду к нам А тут у Никиты ещё шикарный пёс, Бакс, смотрите, какой шикарный пёс. Может, довольна. Короче, всё сделали, фильтра поменяли, мотоцикл стал ещё свежее, бодрее. Прям это, мощи добавилось, конечно. А я тем временем прокатился до квартиры, посмотрел, ну, до дома, который строят. Посмотрел, что да, там прибавился этаж и решил остановиться, поужинать на берегу моря вот с таким видом. Приехал на закат к башне «Алфавит», встретил Юлю, это байкерша. Вот она с сыном тут тоже пришла закат смотреть. Случайно увиделись, посидели, пообщались. А солнце так быстро ушло, всё. Сразу резко стало холодно, ну, прохладней. Ну вот, и всё. Ну, поеду домой. Ребят, мы сегодня решили поднять вопрос, реально очень актуальный для всех людей, которые приехали жить в Грузию. Ну, не просто туристы, которые теперь здесь живут. Но ответа на этот вопрос почему-то нет нигде. Как выбрать страховую компанию? Потому что мы занялись этим вопросом после моего падения с мотоцикла, когда я за два обследования и консультацию врача отдал примерно 10 тысяч рублей. Сказали, что туристам это всё в два раза дороже. Ну, не грузинам, так скажем. Это всё в два раза дороже. Но если была бы страховая, она бы закрыла как минимум 50% стоимости. Поэтому сейчас мы выписали список вопросов и идём в три страховые, которые нам, ну, не посоветовали, но, по крайней мере, в той клинике сказали, что они с ними работают. Вот, идём общаться, узнавать все условия. И в конце я выкачу сравнительную таблицу, где сможете понять наиболее подходящую для себя страховую компанию. Первое на обзоре будет E-Medi-L. Пойдём разбираться. С E-Medi-L получилось всё очень быстро. Они не страхуют индивидуально людей, они страхуют по здоровью только организации, корпоративных клиентов. Поэтому, увы и ах, но E-Medi-L из нашего списка выпадает. Ребята, это очень странно, при том, что действительно желающих есть, даже хотя бы мои подписчики, чаты там и так далее. Ну, будет много людей, которые хотят застраховаться, но только с организацией. Ну, увы, это ваше дело. Идём дальше. Вторая страховая на обзоре будет Ardi. Компания находится на Башидзе 18, вернее, она со стороны Гаргасали, рядом с кафе Тифлис. Пойдём узнаем, какие условия у них. Ребят, все условия узнали. Выложу их чуть позже, да, в сводной таблице, я так думаю. Ну, или просто покажу сперва одно, потом другое, сделаю своё заключение. Но первоначально выводы такие, то есть надо заплатить 700, а где-то и 900. Ну, это по минимальному, кстати, тарифу Лари за год. И тогда будут доступны все услуги. При том, что беременность, онкология и хронические заболевания вступают в силу через какое-то время. То есть минимум 6 месяцев. Это онкология и хроническая беременность через год. Ну, то есть они, конечно, себя обезопасили всячески. Ну, и ещё момент. То есть если вы в Грузии не понимаете, на какое время, то страховку делать на год, ну, не знаю, но может имеет смысл. Опять же, смотря какое вы время. То есть если вы имеете предположение, что вы, например, через полгода уедете, ну, заплатите как за весь год. Сейчас пойдём ещё в одну страховую, узнаем, какие условия там. Вот, но почему-то я думаю, что они не будут сильно различаться. Следующая страховая у нас на обзоре, это GPI, венская страховая компания. Мы подошли сейчас к их офису, в Горгасале 159. Забавно, что прямо над их входом девочка из окна туалетную бумагу кидает на улицу. Сейчас узнаем, какие условия, что у них есть, что предлагают и насколько это конкурентно способно с другими предложениями. У них в виде декора камни с пляжа. Прямо на ресепшене. А потом я обратил внимание, что у них везде как олицетворение их бренда. Это собака вот эта. Видимо, тоже с пляжа. В общем, интересная страховая. Здесь много столов, но народу только одна личина. Вот это все пустое. В общем, странно. Так, ребят, ну, мы все выяснили. Значит, условия немножко различаются, конечно же. Но принцип плюс-минус одинаковый. Платишь за год, через какое-то время у тебя активируется страховка. Кстати, здесь она активируется через 15 дней, а в той страховой через 3 дня. И дальше они согласны, так скажем, франшизе. Ну, в общем, они покрывают какую-то часть твоих невзгод и обслуживания и медикаментов согласно тарифу. То есть, чем дороже тариф, тем больше они покрывают. Даже до 100%. Вот. Я сейчас тогда все это дело выложу, и вы сможете посмотреть, насколько это подходит вам. Но сразу скажу, что наркология, алкоголь, онкология, венерология, беременность сюда не попадают. То есть, эта страховка не покрывает. Вот. На все остальное сейчас выложу их варианты тарифов. ДОМОН ребят я за последние дни они были дождливые я столько дел успел переделать я намонтировал видео на две недели вперед чтобы они выходили все так же регулярно в среду в субботу я переделал очень много работы сегодня сходил по страховкам все узнал ну собственно все дела которые у меня были запланированы реальник сделал и поэтому у меня появилось время для себя и я сел на мотоцикл и поехал один на дикий деревянный пляж я видел картинки ну фотографии с него в интернете мне было очень интересно побывать там самостоятельно я прям хотел поехать один чтобы просто побыть наедине с собой подумать мысли помолчать в конце концов вот сейчас с вами договорю сразу начну молчать в этом есть прям шик иногда попутешествовать одному очень классная тропическая атмосфера прям в таком болоте растут деревья тут же квакают лягушки тут же гакают гуси девчонки фотографируются в общем такая летняя туристическая классная история но джунгли очень-очень какие-то реалистичные ну смысле они реальны просто они очень натуральные как будто вот где-то во вьетнаме но нет это от жаре маленький водопад ну знаете чё я как будто в таиланд попал реально это очень напоминает таиланд смотрите дорожка такая по ступенечкам спускаешься а там деревянный пирс и море и вообще классно ребята вот это я понимаю а тут вон скала какая-то красивая просто потрясающе а вот там вдалеке виднеется город кобулетти с длинным длинным пляжем ну что ребят как-то именно так я себе представлял отдых во вторник вечером чтоб на пляжике на маленьком тихом да с книжечкой да вообще шикарно отдыхаем короче ребят все как я не люблю то есть заряженный идеей бодрый сюда приезжаешь и бежишь вниз по лесенке розмаренный должен подниматься наверх у меня еще куча вещей рюкзак техника так тяжело прям вообще не хочу туда идти надо разведать дорожку самому пляжу приезжать на мотоцикле вот это будет вариант ну и в общем после пляжа я просто выдохся подниматься туда дышался постоял с местными пообщался и поехал домой а погодка то было в обратную сторону едешь еще на солнце море видно на закате почти что было и вообще красота все дома помылся переоделся и встретился с лёшей посидим погуляем сейчас поужинал баре бургером с бокальчиком пива какого-то вкусного погуляем и собственно это прям вообще самый прекрасный день просто за неделю точно вот ну когда-то это должно быть было случиться правда дашка мне сегодня с самого утра уехала с девчонками дендропарк шакветили гуляли там полдня время обед приехала звонит мне говорит есть хочу нереально горит есть хочу ты скоро там в общем я знаю что такое голодный человек но я бегом вон в эту лапшичную покупаю воки и встречаемся в парке будем обедать в парке на солнышке или может на пляж пойдем вот но самое главное быстрее пообедать я так понял вот а я пока она там гуляла я успел поработать помочь тут своему приятелю паши кстати но вы уже частично с ним знакомы который мой мотоинструктор вот там по некоторым вопросам помог ему вот и все собственно бегу на встречу к даши бегу-бегу тороплюсь и в счету песню вспомнилась какая-то а ну давай давай попробуй опоздай ой мне кажется там вообще лучше даже не разговаривать сразу просто рот набивать ну и чем вы думаете все это закончилось мы поели там же в парке пришли домой и решили полежать часик в 4 мы легли думаем до пяти полежим и будем дальше заниматься делами в 7 мы проснулись в 7 вечера ну что я пошел на закат мне так нравится на закате когда солнце уже прям низко низко просто посидеть послушать воду посмотреть на волны на солнце и немножко порелаксировать подумать о своем шикарно кстати здесь это довольно часто развлечение для людей очень много людей выходит на закат сюда к морю на пляж ну вот у нас уже следующий день первую его часть я всю работал и уже время 5 кстати да времени было 4 когда мы узнали что сегодня оказывается день музеев и можно было бесплатно посетить крепость гоню и крепость петра но мы узнали об этом слишком поздно мы узнали в 4 в 5 крепость гоню уже закрывалась а до петра еще дальше ехать поэтому мы пошли гулять и зашли в зоопарк который прям в парке 6 мая и здесь кстати говоря довольно много всяких разных видов птиц вот например ара ара почему-то этот грузинский попугай не отзывается на самое известное грузинское слово ара ну конечно мы все время говорят нет нет на грузинском вот помимо попугаев здесь еще есть пони зебры кролики при том они почему-то можно было выпустить их на газон а их держат в клетках и подкармливают какой-то капустой вот такое ощущение что держит на убой хотя есть полянка выпусти и они будут там себе жевать спокойно дашь что с обезьянами договорилась нет их по ходу закрыли потому что этих нету здесь таблички есть я знаю я видела насколько их закрыли я не знаю может убирать будет а может они сбежали сейчас где-то по батуми вот так возникли друг с другом стреки у них клетки куда они тут бедные почему бедный смотри для гиберки классный зоопарк не такой уж большой на самом деле вообще честно сказать он маленький но он абсолютно бесплатный его открывают каждый день можно просто гуляя по парку зайти и полюбоваться животными вот так все тут работает ну и нагулявшись по набережной мы решили зайти передохнуть в наше любимое итальянское здесь заведение ароми итальяно взяли маргариту чай бокальчик пива и сидим с прекрасным видом на площади европы уже вечереет я уже куплю эту рубашку накинул а в целом было то очень хорошо даже несмотря на ветер было очень даже тепло ну мы сейчас пообедали пиццы вкусные маргариты или поужинали вот но завершение этого всего дашка решила сахару съесть несколько ложек вот знаете в каком виде вот так и живи кай вкусно так ребят сегодня я решил немножко разнообразить свою жизнь и после работы записался в репетиционную базу поиграть на ударных давно не делал это тем более игорь барабанщик кирфую и the immigrants уже теперь их бывший барабанщик да он же мне палочки подарил вот поэтому пойду опробую так сказать чемпионскую технику а приехал кстати да на мотоцикле так прикольно вообще быстро-быстро пять минут я на месте и и И все неплохо, вроде И зеленым светом морем Легко и просто попасть на перекресток И мы такого роста Что видим все, что пошлое Белокрылый самолет Забери меня в полет Я спустился в берегу И не пойму, где вышел Столько разных лиц вокруг А я не знаю, в том еду Захожу на пятый круг А можно еще выше Ребята, это было шикарно Отвел душу вообще Это прям было супер Руки вспомнили Так, ребята, у нас ситуация следующая Леша с Юлей, девушка своей Позвали нас прокатиться на природу Здрасте 20 километров примерно ехать И мы до Кабулети добрались В крепость Петра Внизу парковочка Вверху крепость Чтобы попасть внутрь Надо зайти в помещение Подняться по лестнице И только потом уже Выйти в парк Рядом с крепостью Прикольно выглядит конструкция Именно входа и кассы Вот такое помещение Притом сделано, видимо, из По типу вагонных контейнеров Вот там парковочка внизу Берсвановская машина Лешина И, кстати говоря, крепость Находится прямо на берегу моря Потрясающий вид отсюда С возвышенности На водную гладь Дорожка выложена плиточкой Крепости Уже в таком, скажем так Разобранном состоянии Ну, она, видимо, очень древняя И это все, что от нее осталось В общем, пришли мы только на Смотровую площадку Естественно, сделали фотографии И что? И дождь пошел В общем, такая тут погода Что не угадаешь Так, Даш Ты что там нашла? Куда? Ну, тоже дождем Сильно это не должно нам ничего подпортить По крайней мере, пока что гуляем Ну, а на самом верху крепости Возвышается крест И открывается прекрасный вид В общем, если вы любите развалины, крепости и так далее Приезжайте сюда Здесь не только вы найдете это Но еще и красивый вид Мы дружно пришли к выводу Что с воздуха эта крепость выглядит намного лучше Чем с земли На самом деле Зачастую это всегда так Чаще всего Действительно С воздуха выглядят Каким-то магическим Их причесанным Хотя Здесь довольно, кстати, ухоженно Вот Но С воздухом еще лучше Поэтому Наслаждайтесь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы тем временем доехали до деревянного пляжа Только В этот раз миновав всю эту самую неприятную часть дороги Состоящую из лестницы Мы просто взяли и на машине подъехали Вообще классно Ну вот Юля прожила на Бали Некоторое время Говорит Очень похоже это место на Бали Тоже банановая роща Тоже Выходы к воде такие Водопады Тут В общем Грузинский Бали Я наконец-то почувствовал этот запах морской Прямо, да? Да Водопады Морем не пахло, да Вот я теперь чувствую, что я на море Прямо даже запах такой же Да, место, конечно, топовое Я буду, видимо, почаще сюда приезжать Просто наслаждаться Класс Вам не рекомендую Не ездите Если все поедут Тут не будет так уютно Вот посмотрите у меня на канале Ну сюда не приезжайте Не приезжайте Не что делать Ну и, конечно, в этот раз прям шикарно Что нам не надо подниматься по этой лестнице Сейчас прыгаем в машину Едем в Батуми Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!